Таджикистан Чрезвычайный полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов 14 сентября провел встречу с учителями, прибывшими в текущем учебном году из России, преподавать в республику. Во время встречи он подчеркнул главную задачу учителей. По его словам, основной миссией российских педагогов является популяризация русского языка и российской культуры в Таджикистане. В свою очередь, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Важдаев сообщил учителям, что по их заявкам Минпросвещение России выслало в Таджикистан 3346 учебников и произведений художественной литературы. Отметим, что в текущем году в рамках проекта по российско-таджикскому гуманитарному сотрудничеству в сфере образования в Таджикистан прибыли 50 педагогов из России. По условиям межправительственной договоренности оклад учителям в размере 60 тысяч рублей в месяц будет выплачивать российская сторона, а таджикские власти обязуются обеспечить учителей жильем и возьмут на себя оплату всех коммунальных услуг. По мнению наблюдателей, данные действия следует рассматривать как культурно-просветительскую колониальную экспансию, направленную на укрепление уже и так сильнейшего российского влияния в Таджикистане. У нас русский язык считается вторым языком, так что у нас во всех образовательных учреждениях он идет не как иностранный язык. После распада СССР народ Таджикистана с каждым днем все больше отдаляется от своего векового поработителя, причем основную роль в этом процессе сыграл возврат к исламской идентичности и политика России в отношении трудовых мигрантов. И хотя таджикский режим находится в полной зависимости от России и беспрекословно подчиняется политике Кремля, это совершенно не означает, что народ Таджикистана будет слепо следовать проводимой политике русификации, ассимиляции и укреплению колониального влияния России. Во все общеобразовательные учреждения Ташкента с пометкой «Срочно» были разосланы депеши с очередными требованиями к руководителям учебных заведений. В письме за подписью руководителя Ташкентского управления народного образования Республики Узбекистан Товбоева от директоров общеобразовательных учреждений требуется в срочном порядке изучить интересы и мнения учеников для создания научных, спортивных и художественных кружков, а также все мероприятия, проводимые в рамках кружков, назначить именно на пятницу с целью предотвращения посещения учениками пятничной молитвы в мечети. Следует заметить, что несмотря на так называемые реформы, проводимые нынешним президентом Узбекистана, начало учебного года сопровождаются скандальными решениями правительства в сфере религии, связанные с запретом на ношение хиджаба в Исламской Академии, а также с принятием закона о единой школьной форме, которая, в свою очередь, породила недовольство среди населения и стала причиной для запугивания общественных активистов. В начале сентября Human Rights Watch опубликовала 117-страничный доклад о положении мусульман Суар. Синьцзянь Уйгурского автономного района, восточного Туркестана, находящегося под китайской оккупацией. В докладе под названием «Искореняя идеологическую заразу, репрессии китайских властей против мусульман в Синьцзяне» представлены факты массовых произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения, а также тотального контроля за повседневной жизнью мусульман Суар. Все факты, приведенные в докладе, добыты в ходе бесед с непосредственными очевидцами произвола китайских властей. 13-миллионное мусульманское население тюркского происхождения в нарушении международных норм о правах человека подвергается в Суар принудительному политическому индоктринированию, коллективному наказанию, ограничениям на свободу передвижения и коммуникации, все более жестким ограничениям на религиозную практику и тотальной электронной слежке, говорится в докладе. «Произвол китайских властей в Синьцзяне по своим масштабам не имеет аналогов за последние десятилетия», говорит Софи Ричардсон, директор Human Rights Watch по Китаю. Активизация репрессий в отношении мусульман Суар началась еще в 2014 году, после того, как китайские власти развернули кампанию под названием «Мощный удар». Но с конца 2016 года, после того, как в Синьцзянь был переведен из Тибета, секретарь Компартии Китая Чэнь Чюаньго, произошла резкая эскалация напряжения. С тех пор количество массовых произвольных задержаний беспрерывно нарастает. Людей отправляют как в официальные следственные изоляторы и тюрьмы, так и в так называемые лагеря политического перевоспитания. По независимым заслуживающим доверия оценкам, в политлагерях находится порядка миллиона человек. Там мусульмане тюркского происхождения учат китайский, привыкают славить Компартию и осваивают касающиеся преимущественно их правила. Тех, кто не желает учиться или не показывает хороших результатов, ждет наказания. На воле уйгуры в Синьцзяне подвергаются таким чрезвычайным ограничениям, что во многих отношениях их жизнь не слишком отличается от лагерной. Передвижения произвольно ограничиваются административными мерами, блокпостами и практикой изъятия паспортов, которые затем хранятся в полиции. Идет постоянное политическое индоктренирование, включая обязательное присутствие на церемонии поднятия китайского флага и на собраниях по политвоспитанию или осуждению неправильных проявлений, а также посещение вечерних школ китайского языка. Беспрецедентный уровень контроля за религиозной практикой равносилен фактическому запрету ислама в регионе. Население Суар постоянно подвергается всепроникающей слежке. Власти поощряют взаимные доносы соседей и задействуют самые современные технологии тотальной электронной слежки с использованием QR-кодов, биометрической информации, искусственного интеллекта, шпионских программ в смартфонах и больших данных. К слежке привлечено больше миллиона чиновников и правоохранителей вплоть до таких методов, когда прикрепленный куратор должен регулярно навещать своих подопечных по месту жительства. Примечательно, что в последние годы правозащитники по всему миру высказывают недоумение по поводу игнорирования властями мусульманских стран, происходящего на территории Восточного Туркестана. Кроме того, правозащитные сообщества отмечают участившиеся в выдаче политических беженцев уйгуров Китаю, такими странами, как Египет, Малайзия, Турция и Пакистан. То есть мусульманские страны предпочитают сотрудничество с Китаем в безопасности своих бежавших от жесточайших преследований единоверцев. Субтитры создавал DimaTorzok